вот у нас сегодня продолжение дня 8 июня 2018 года время уже первый час начала первого ближе к обеду я съездил установил насос на лагерном пруду сейчас в бак там у лагеря закачиваться вода немножко можно было порядок навести лагерь или подмазать здесь вот давал задание детям как что сделать все посмотрим как они выполняют ну тут видимо еще и началась приехал проверить как ребятишки работают ну как нестор твои успехи как видите да они меня помочь ну конечно ну как и начать богатство ваша вот видишь я ребята делают я принес тяпка такая тяпка полукруглая они отсюда подтащили я вот сел хрен это такой мошка не любит и обложился хреном ноги то и кусают видишь как все тело прокусывает и сижу об эту тяпку вот так теперь его помоет хрен пожалуйста кому надо хрен можем дать матушка где-то в городе дорогой только как его увести туда видишь такое поле я там был как заезжаешь у пруда с этой стороны и спиленные такие молодняк высоко дерево поднялось храма не видать я решил сделать она нависает над водой такое толще руки дерево то на какие две вот так вот я на пень залез щеки упал там бы над водой пилил пилил она на ножовка развода на ране то спилил все-таки дальше топорища взяла такое длинное чтобы с размаху то чувствую сердце задыхается я тогда смотался оттуда пришел батюшкин гречу у тебя здесь-то с лицом то я не знаю на счету тут так то не смотрю что за собой я наоборот чтобы на меня не смотрели а то одна приехала тут и и говорит он и в старости но сочные молодые это свежие это поэтому я не смотрю на себя я вон какой как есть батюшка тогда как у меня есть целитель спасатель какой-то крем он горит хороший ягод давай благословляю три меня сам я сейчас ходил насос установил там воду сейчас в бак вода закачивается но еще теперь качает да все качает вот теперь надо солома подносить и прям быстрее как можно быстрее под маленькой подправиться то есть землей дело у них отбирают землю тут да где последний дом дальше ни одного дома строить нельзя потерять ни с одной стороны ну то есть дурь даже не придумаешь как все профукали а теперь не дают даже строится игру у нас восстановление как восстанавливать то поселок потерявка земли то не дают они землю дают далее тут же сами и как сфотографировали еще огород не нарезали только вот этот вот никуда в сторону ни одного метра а дальше все это пустырь тут один миллион двести тысяч гектаров пустыря было в начале перестройки как же деревни то восстанавливать и тут было это минимум там 160 дворов ну и как а их всего шесть дворов допустим сейчас никуда нельзя сдвинуться ни в одну сторону такое такое безумие кто захватил власть эту кто позволил ничего не знаем я говорю москву нужно разрешать это сделать шире сразу раз лужкова убрали накинули там тысяч 50 гектаров все строится москва а до потерявки даже лишнего гектара нет ни скотину пасти негде ничего деревне которая от нас за 20 километров они через нас перепрыгают и дальше их земля ну какая правда то явно дело что они нас за пасынком держат игорь говорит здесь 20 лет говорит и не может паши получить паши рядом потеряевская а йода и термощихинская а это накорчено 20-15 километров до даже москве сколько я не здесь какое неотношение мить и москве а вот так и сделали тут был николай вагнер он говорил это все сделано беззаконно никого не спрашивали ничего не знают что власти когда и доходят до сюда хирург как мясо тут они все это сгорело или еще я не знаю жалко что сейчас не помидорная пора то бы хреновину можно было сделать жалко что не помидорная пора щас азбук хреновину сделали бы а где помидоры и город помидор то нету были бы помидоры сейчас бы сделал совсем нет помидоров нету так нет они же они же еще растут откуда они еще нет они будут расти конечно у нас же в 2 теплица сделано в 3 даже в 3 теплицы 3 а еще сделать парники нет все сделано я миду еще не время еще не время хотя у тебя говорят у теть вали устину уже зеленые помидоры но она рано их высадила у теть вали устиной у вашей сестры это самое хреновое поле смотри лопату не сломай то обрывает она ее видишь там корень остается как бы кто-то взрослый копал лопату то глубже она отрывает надо возьмите хорошую лопату попробовать корешки то маханьки пошел я туда за лопатой скажу тогда а за лопатой скажу еще давай иди не мошкара доедает вот так вот слава богу вот тут у нас морковка посажена еще не взошла и матушка второй раз пересеяли здесь вот был малинник брат никита все это вырезал весь малинник старый потому что он уже плоды не приносил дичка была посажена вот здесь решили посадить арбузы там дыни картошку посадили сестры это еще видимо посадили вот так вот слава богу за все